Письмо Центрального комитета КПСФ По вопросу сельского хозяйства с глубоким удовлетворением встречено в нашей республике. В колхозе 40 лет Казахской ССР Алма-Атинской области состоялось расширенное заседание правления. Казахская ССР Алма-Атинская область Выступившие на митинге порторг Туэкбаев, передовые труженики единодушно и горячо поддержали призыв Центрального комитета КПСФ активно включиться в социалистическое соревнование за достижение в 1977 году высоких рубежей в сельском хозяйстве. На письмо ЦК партии труженики хозяйства решили ответить ударным трудом, достойно встретить 60-летие Великого Октября. Павлодарская ТЭЦ номер 3 Здесь в сентябре прошлого года был сдан пятый энергоблок мощностью 110 тысяч киловатт. Промышленные испытания прошли за короткий срок и сейчас полностью освоена проектная мощность. С вводом в действие нового энергоблока ТЭЦ-3 теперь дает половину всей электроэнергии, вырабатываемой тремя павлодарскими теплоэлектроцентралями. План первого года десятой пятилетки энергетики третьей ТЭЦ завершили досрочно, на 20 дней раньше срока, а задание двух лет десятой пятилетки решили выполнить к 60-й годовщине советской власти. Обогатительная фабрика Лисаковского горно-обогатительного комбината работает на бурых железняковых рудах Лисаковского месторождения. Ввиду сложного состава сырья этого месторождения, обогатителям приходится проводить много кропотливых производственных процессов. В специальных лабораториях путем химического анализа определяют качество концентрата. Здесь постоянно изыскивают более эффективные, ускоренные способы анализа. Новая электронная установка в течение 5-6 минут выдает данные о процентном содержании железа в концентрате. Повысить качество продукции, завершить годовой план досрочно. Такую программу наметили Лисаковские обогатители. Лисаковские обогатители и так, чтобы она работала безотказно. Арабек Абиев, звеневой совхоза имени 23-го съезда КПСС Яныкурганского района Кзелардинской области, удостоен высокого звания Героя социалистического труда. Талантливый последователь знатного рисовода Ибрая Жахаева в прошлом году получил с каждого из 20 гектаров свыше 120 центнеров серебристого зерна. Арабек Абиев охотно делится опытом с учащимися сельского профессионального училища. Передовой звеньевой делегат 25-го съезда КПСС и словом и делом зовет земляков на новые трудовые свершения. Тулиген Науризов, знатный бурильщик, заслуженный геологоразведчик Казахской ССР, частый гость школьников поселка Кенкияк Актюбинской области. Есть о чем рассказать юному поколению. В Грозном 41-м Науризов ушел из родного села на фронт и прошагал по военным дорогам до самой победы. А затем сменил ратный труд на мирный и вот уже более 30 лет несет трудовую вахту в Кенкиякской геологоразведочной экспедиции. При его участии пробурены скважины глубиной свыше 4000 метров, откуда впервые был получен промышленный приток нефти из-под целевых отложений. Буровая – второй дом для Тулигена Ага. Здесь его друзья, воспитанники, которым нужны его знания, опыт, его добрые руки. В живописных предгорьях Зийского Алатау находится лагерь-санаторий «Горное солнце». После лыжной прогулки приятно поплавать в бассейне. В санатории лечат осложнения после ангины и гриппа, сердечно-сосудистые и другие заболевания. В зимнее время дети здесь живут и учатся. Медицинское наблюдение, горный воздух, умело организованный отдых дают свои результаты. Дети быстро набираются сил и здоровья. Зимние каникулы, веселая пора. На БДНХ Казахской ССР традиционный праздник зимы. Праздник и детворы, и взрослых. Бойка идет торговля сладостями, блинами, чаем. Хороводы около елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. И какой же праздник зимы без катания на тройках. Солистка ансамбля «Гульбер» Роза Рымбаева, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана 1976 года. Этой награды она удостоена за высокое исполнительское мастерство и активную пропаганду комсомольско-молодежных песен. В исполнении Розы Рымбаевой звучит баллада студента Алма-Атинской консерватории Байтербекова «Алия». Байтербекова «Алия» Байтербекова «Алия» Байтербекова «Алия» Байтербекова «Алия» Байтербекова «Алия» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok